итак всех приветствую на своем канале и сегодня у нас будет такая вот распаковочка постараюсь сделать ее максимально быстро и максимально информативно потому что нож действительно интересный вот ну и поехали пока я быстренько распаковывают упаковку хочу вам сказать что нож приобретался конкретно приобретался в магазине night original вот и ссылочки на нож данный будет в описании но там будет две ссылочки одна будет конкретно на нож как вы видите это у нас сок рейтинг этот рейтинг не от магазина как вот обычно составляет магазинные рейтинги что покупается больше там что покупается меньше в магазине а это конкретно по мировому что востребовано больше там пол стил на первом месте спайдер к или еще в общем загляните по ссылочке разберетесь скоро кстати там будет будут фильтры и в общем это интересно ну и потом а я вам немножко расскажу про конструкцию особенности особенности данного ножа ну а сейчас быстро распакуем и пробежимся по ттх надеюсь быстро у нас получится вот в такой упаковочке нож называет сок play ну или флар как как значит вам по произношению удобней асист фолдинг knife это у нас выполнена в сша это бюджетная модель к но очень интересная модель все у нас тут пожалуйста с сертификатом ну давайте посмотрим вот в такой штучки пришел нож нож сок play и пойдем быстренько по ттх общая длина 203 миллиметра корпус из термопластика g-r-n длина клинка 89 миллиметров а толщина в обухе 3 миллиметра а сталь 8 chrome 13 твердость заявленной производителем 57 58 замок очень интересная тема я расскажу попозже конкретно об этом замке в этом ролике арк лок с предохранителем вес всего в предохранитель у нас вот то есть он запирается когда сложенном состоянии чтобы он у вас не раскрылся а вес 86 грамм то есть вес ножа это просто пушинка полуавтоматический нож клипса фиксируется на одном клипса фирменная сока как видите такая вот интересная на одном на одном болтики винтики вот там у нас немножко забилось значит такая штучка вот и давайте дальше пройдемся по по замку ох какой туговато прям так он у нас с подпружиненный расскажу про замок а потом сравним этот нож другими и посмотрим его особенности поехали итак после ттх ножа давайте немножко остановимся на на замке хотелось бы сказать потому что замок здесь действительно такой необычный замок арк лок относится к замкам комбинированного типа май маятников замки такого типа широко используется компании сок модели сок томкет с 95 и в моделях сок пентагон элит 2 замки арк лок благодаря своей конструкции обладает высокой надежностью но при этом а легко забивается грязью принцип механики замка арк лок очень схожи с принципами действия замка аксис лок который изобрела компания бэйч мэйт однако этот замок разработан другим лидером ножевого рынка компании сок разрабатывали его специально для использования специализированными военными подразделениями самопроизвольное открытие ножа сводится к невозможности из-за того что надежно запирающийся элемент этой конструкции подпружинен специальными пружинами находится в постоянном давлении на заднюю часть клинка петли связи с этим клинок надежно удерживаются в рукояти и даже сложенном положении замок арк лок содержит сложные движущие части которые восприимчивают скольжению и грязи замок интересный замок очень так сказать бодрый и если он с доводом то нож просто реактивно открывается компания сок да действительно его доработали сейчас у компании сок есть замок уже xr новый этот замок как я уже и говорил очень надежен но требовательным потому что много скажем так мелких деталей и частей которые могут добиться грязью поехали дальше по ножу ну и так продолжим распаковочку значит интересный замок все я вам рассказал вот он у нас вот здесь вот так вот запирается и в сложенном состоянии вы не можете его открыть нож летний такой и 10 и 10 86 грамм принципе можем мы проверить данное данный экземпляр вот 84 вот сейчас сок компания у нас вы же выходит на она и так была лидером как я и сказала ножевого производства и по мультитулом а сейчас она действительно выходит вообще со своими новинками на очень хорошие места и в россии и разные у нее вот и например xr там терминус и средний потом еще большой ник сок там есть но посмотрите в интернете есть обзоры это вот такой вот среднячок принципе который ну доступен принципе всем по карману строй клинка у нас такой немножко с возвышением клип-поинт интересно что нож с таким замком который применялся для ножей ну скажем так для ножей которые делали военные вот сидит в руке очень хорошая рукоять такая наполняется она не сильно тонкая средняя по клинку сатин кстати я померил сведение сведения принципе 0405 быстренько замерил шпенек а у нас двухсторонний можно открывать но вот пока он такой туговатенький конечно здесь не не будет как без довода падать клинок но в принципе можно немножко поиграть видите клинок у нас ну немножко не по центру вот это не проблема думаю разбирать пока я его не буду нет в этом необходимости но нож интересный вот у меня примерно кстати постройку клинка они очень чем-то схожи но здесь больно так более такой агрессивный сок филдер файлдер он у нас шпенек здесь односторонний он на шайбах я его разбирал принципе нож бюджетный тоже но но нож очень хорошо сделан и мне понравился нож он таком классическом стиле плашки из дерева интересная форма клина и вот такой уже более современный скажем так и замком который ставит на довольно таки дорогие модели сок пентагон элит том кэт и том кэт напомню вы можете посмотреть вы увидели фотографии в подборке он очень большой и рассчитан над силовые нагрузки то есть и это рабочий замок которому не страшно ничего кроме грязи фиксируется тока в закрытом положении вы его не откроете отверстие по темляку вот такое небольшое отверстие маленький темлячок можно повесить проверим вес из коробки быстренько ну рез хороший отличный есть немножко за но режет нормально отлично шпенек двухсторонний как левше так и правше но вот бегунок вот этот вот идет только с одной стороны арк лока то есть правше будет удобно но левше в принципе не знаю как левше мне кажется не особо но приноровиться тоже можно ход такой тугой но мне кажется здесь немножко передавлен осевой если сейчас мы его ослабим и он станет у нас прямо это я сделаю уже правда за кадром ближайшее время будет все в порядке ну давайте по габаритам быстренько сравним это распаковочка это не обзор думаю обзор я на него тоже сделать потому что нож были но он пуля это google вот вот такой он относительно крысы крысу все знает принципе по габаритам очень и на нем вогнутые такие от 2 3 идут и фирменные такие вот надписи сок мне очень нравится их дизайн клипсы интересные попробуем как она на кармане средней жесткости принципе клипса идет как и на терминусах вот на этой модельки бюджетные другая клипса она не переставляемая здесь насколько я понял ну врать не буду пока не знаю но мне кажется она переставляется на другой на другую сторону потому здесь принципе винтами ну не знаю врать не буду не буду говорить это все в обзоре вот никаких люфтов нету все нормально ничего не люфтит в принципе все хорошо но ей такой и прям слабо слабый очень люк мне кажется все таки надо отпустить ну поиграться с осевым и будет все в порядке здесь такая есть насечка вот очень удобная рукоять очень удобно заполняет руку хорошо в принципе у меня рука средняя вот здесь вот есть такая тоже насечка на скажем так под мизинец вот черного цвета обратите внимание да на компанию сок новинок сейчас вышла шквал просто тьма там мои терминусы и вот xr и разные там с замком xr это их новый замок здесь арк лог напомню сейчас попробуем одной рукой сложить в принципе получается конечно пружина туговато но и пуля это надо и боже поэтому сейчас очень интересно а у них главные компании спенсер фрейзер который значит сок делался эта компания специально делала много ножей для подразделений и они испытывали там же то есть она даже насколько я смотрела входили в часть каких-то подразделений там специально называется не буду сейчас не судите строго и вот их главный спенсер фрейзер он так скажем участвовал тоже и боевых всяких операциях и он вот разрабатывал там и замки и это но сейчас насколько я знаю они его отправили на пенсион он также правда в компании все все осталось но а набрали много новых дизайнеров новую команду и получилось много новых моделей поэтому рекомендую посмотреть очень интересно ну и на этом принципе закончу такую вот она немаленькая получилась распаковочку до новых встреч скоро опять будет новый ножик чек новый обзор и новые тесты пойдут тесты вот мы сделали тест на кизляр supreme уже блок был ну всем всего самого хорошего до новых встреч до свидания на кизляр на кизляр и и и Продолжение следует...